Здравствуйте, дорогие друзья! 120-й псалом. Вообще все 15 псалмов, которые начинаются со 120 по 134, заглавлены как песни восхождения. Эти 15 песен левиты исполняли стоя на ступенях храма, они поднимались по 15 ступеням и вот именно так это все происходило. Что еще пишут в толковании к этому псалму пишут, что злоречие подобно стреле, выпущенной в спину. Оно поражает внезапно на большом расстоянии и вот об этом немножко речь. Еще два слова. Когда царь Давид делал углубление в земле для работы по изготовлению жертвенника храма, то вода начала подниматься из-за колдовства, которое применено было много лет назад. Это такой мистический рассказ. И тогда царь Давид произнес эти 15 псалмов от 120 до 134 и колдовство было отменено. Поэтому, если есть опасения, пишут мудрецы, что кому-то повредило колдовство, надо сосредоточенно прочитать вот эти 15 псалмов, а потом просто помолиться своими словами Всевышнему, чтобы он устранил любой вред от колдовства и так далее. И вообще от этого надо держаться подальше. Что еще? Написано, что это псалом от спасения от тупиковых сложных ситуаций, от неприятностей, которые возникают в жизни. Потому что уже в первом посудке мы видим четкий намек на то, что псалом именно об этом говорит. Для проучения прощения нужно сделать хешбонд, то есть подсчитать. Человек вообще должен делать подсчет и вечером, и каждого дня, ежедневный. Может быть, в течение дня. И уж обязательно хотя бы раз в неделю человек должен сесть один на один с собой, подсчитать, что как он прожил год этот, как он прошел день этот, как он прожил час этот, к чему он погодит итог, чтобы понять, иначе человек если не остановится, он бежит по жизни не останавливаясь. И вот написано, что нужно читать 120-й псалом, а потом делать хешбонд нефеш, и тогда он будет более ясным. Практически еще что-то для спасения от змей, скорпионов, от таких вот вещей. 7 раз читается тяглимисть, ты идешь в то место, где ты считаешь, можешь от них пострадать, и это помогает. Последнее, что есть об этом псалме, когда нужно установить мир, какое-то там отношение, где-то читают этот псалом, и потом переходят в попытки установить мир. Брахала Ацлахам!